Здравствуйте, дорогие молодые коллеги. Я рад сказать несколько слов для вас, участников школы молодых ученых. Тему своего короткого сообщения я обозначил провокационно. Молодые ученые в пространстве тотального рынка, фейков и симулякров. Дилемма между творчеством и деньгами. Дилемма деньги-творчество. Почему я так поставил проблему? Наверное, потому что, кроме чисто профессиональных вопросов, каждый из вас, так или иначе, решает проблему смысла вашей жизни, цели этой жизни, тех результатов, которые вы хотите получить. К сожалению, во многих случаях так вопрос прямо молодые ученые, студенты, аспиранты, те, кто только что защитился, сами перед собой не ставят. Просто плывут по течению. Вот так сложилось, что вы учитесь здесь, так сложилось, что вы решили пойти в аспирантуру, так сложилось, что вам предложили такое место работы. Но за этим стоит гораздо более важный вопрос. А для чего? В мое время был очень популярен певец Владимир Высоцкий, Барт. У него была песенка про мудрую птицу Ворона, которая все время задавала вопрос. А нафига? Вот для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо быть ученым, аналитиком, который смотрит на окружающую жизнь и самого себя, как на объект исследования. Если мы посмотрим таким образом, то мы поймем, что находимся в пространстве тотального рынка. Часто не замечая, что мы являемся марионетками, а за невидимые ниточки, которые держат эту марионетку, на которой подвешена эта марионетка, вы и я, любой член нашего общества, дергают крупнейшие корпорации, законы рынка, бюрократии, то, что называется миром отчуждения. Мы не всегда задумываемся, почему шикарный автомобиль – это хорошо. И зачем он на самом деле нужен. Мы не всегда задумываемся, почему платье или пиджак с правильной этикеткой стоит в сто раз дороже, и почему надо любой ценой стремиться купить именно эту вещь с правильной этикеткой, а не то, что вам лично идет и соответствует вашему стилю, образу, душевному складу, историческому предназначению, если хотите. Мы находимся в мире, который создают корпорации, в мире симулякров, подчиняемся ему в большей или в меньшей степени и живем по его правилам. Эти правила превращают окружающее в набор брендов и формируют систему трендов, трендов, по которым мы бежим даже не задумываясь. Не задумываясь о том, почему, для чего, как мы выбираем определенную сферу профессии, почему высокопоставленный чиновник, это именно чиновник. В крупном банке этот человек гораздо более успешный, чем воспитатель детского сада. Хотя первый в основном опосредует спекуляции, помогает делать деньги миллиардерам, а второй формирует будущих Моцартов, Ломоносовых, или, может быть, не формирует никого, если он не успевает элементарно вытереть нос, работая на зарплату в 15 тысяч рублей. Перед нами эти вопросы как бы не стоят. Вот если вы их поставите перед собой, то окажется, что в этом мире есть очень интересный выбор. На одном полюсе это карьера, деньги, они очень сопряжены в нашем мире и практически бесконечный путь, потому что это человек, у которого есть хороший дом, дорогая, но не шикарная машина и возможность поехать, пусть даже не в Турцию, а на Лазурный берег в трехзвездный отель или в Турцию в пятизвездочный отель. Этот человек несчастный, он является нищим по отношению ко всем тем, у кого есть дворец, маленький гараж, в котором хотя бы один коллекционный автомобиль, ну и так далее и тому подобное. Дальше цепочка бесконечная, даже если у вас есть миллиард долларов, вы будете чувствовать себя несчастным, потому что рядом с вами находится человек, у которого десять миллиардов долларов или хотя бы полтора. Вот вы встаете на эту цепочку или на иную цепочку дел, ценностей и интенций. В первом случае вы живете в мире симуляк, в мире фетишей, ибо деньги это фетиш. Дикари делали фетиш из деревяшки или из камня или из молнии. Этот мир, в котором мы находимся, делает фетиш из денег. Они многое могут дать, но они одновременно и подчиняют себе человека, заставляя его служить именно этой системе отчужденных ценностей. Я не случайно говорю об этом, у меня всего 10 минут, поэтому я подчеркиваю некоторые фундаментальные вещи, а дальше мы будем с вами разбираться, если захотите, в прямом диалоге. Я оставлю свои координаты. Альтернативный путь – это путь человека, который включается в творческую деятельность, которая в большинстве случаев, в лучшем случае, точнее, обеспечивает вам некоторый гарантированный уровень жизни. Работа преподавателя, работа научного сотрудника, работа консультанта общественной организации, а не рекламной фирмы. Работа человека, который думает о том, какие интереснейшие общественные задачи он может решить, какие ценности он может создать, что от него останется человечеству на ближайшую историческую перспективу, который строит свои отношения не по принципу «ты мне выгоден, я с тобой дружу или хотя бы поддерживаю постоянные отношения, ты мне не выгоден, я с тобой не поддерживаю эти отношения». Который строит отношения семьи, отношения с женой будущей или с будущим мужем или просто с любовником или любовницей, отношения с родителями, отношения с детьми не на рыночной, не на коммерческой основе. Вот этот другой тренд очень сложен. Это человек, который плывет против течения, это человек, который оказывается в ситуации, где большинство его не понимает. Но одновременно он обретает очень интересный мир. Мир, который для 90 процентов сегодняшних граждан Российской Федерации, особенно молодых, просто закрыт. Они как гальтоники, которые не различают цветов, не видят того, где на самом деле по-настоящему интересно, талантливо и содержательно жить. Вы попадете в мир, где спорят об истине. Это не значит, что в мире ученых спорят только об истине. Там тоже есть карьера, зависть, подлые поступки, блат, многое другое. Но там есть что-то еще. Там есть поиск того, что я несколько высокопарно называю истиной. Вы попадете в мир преподавания, где есть интересные студенты, где хочется все бросить, отложить коммерческую лекцию, вот то, что я делаю сейчас. И что-то вам немножко рассказать о другой модели жизни. Не потому, что за это кто-то заплатит мне гонорар, мне его не заплатят. Не потому, что я найду богатых учеников. Они мне не нужны. Мне нужны талантливые ученики. Правда, этих уже слишком много, едва справляюсь. А потому, что это интересно. Мне интересно, к сожалению, сейчас невозможно увидеть ваши глаза, услышать ваши реакции, поспорить с вами. Ради этого, собственно, стоит жить. Вот если вы приходите в студенческую аудиторию или в аудиторию школьников, или будучи волонтером, просто встречаетесь с интересным объединением молодежи или, наоборот, пенсионеров, которые отнюдь не заканчивают жизнь в 60. Поверьте, у меня в 60 начались самые интересные события в моей жизни. И международные, и в стране, и в личной жизни, и так далее. Вот все это по-настоящему вас делает талантливым человеком. Подумайте об этом выборе. Больше сегодня я вам ничего длинно рассказывать не буду. Просто хочу подчеркнуть, что есть направление экономической теории, которая акцентирует внимание прежде всего на содержании, на противоречиях, на причинно-следственных связях, которые, глядя на этот мир, задают вопрос, кому это выгодно, чьи социально-экономические интересы стоят за тем и другим решением. Это может касаться чего угодно, начиная от увеличения пенсионного возраста и заканчивая нерастущим бюджетом медицины, образования, культуры в стране, в нашей стране с величайшими традициями именно в этих областях. Хочется задать вопрос, почему в бюрократическом, неэффективном, отсталом Советском Союзе на эти цели тратилось гораздо больше и результаты были гораздо выше, чем в прогрессивной, рыночной, демократической Российской Федерации. Вы начинаете задать вопросы о том, насколько это справедливо, когда кто-то на финансовых спекуляциях делает миллиарды, а кто-то, тот же воспитатель детского сада, получает зарплату в 15 тысяч рублей, хотя он создает величайшее богатство человечества, способности, личностные качества, таланты вот этих маленьких детенышей. Правильно ли устроен такой мир? Что можно сделать для того, чтобы его сделать по-другому? Действительно ли надо стремиться, я закончу чем с чего начал, к тому, чтобы даже не в Краснодаре или Сочи, а в Москве, на Тверской или лучше в Столешниковом переулке иметь возможность заглянуть в бутик, где 10 продавцов будут вам старательно объяснять, что именно эти джинсы с правильной дыркой всего за тысячу долларов, там есть такие, не рублей и долларов, сделают вас по-настоящему красивым человеком, уважаемым, респектабельным. И это объяснят так замечательно, что в сочетании с рекламой и мечтой, когда проходили мимо этого бутика и видели, как рядом останавливаются Роллс-Ройсы, из которых выпархивают барышни за этими джинсами с дырочками, вы почувствуете себя счастливым человеком, вы поймете, что вы наконец обрели счастье, потому что у вас правильная дырка и вы только что отвалили тысячу баксов. Вот выберите это все, подумайте об этом. Я думаю, что 90 процентов из тех, кто слушает это мое видео выступление, эти слова, ну либо покоробят, либо вызовут недоумение, ну и не оставят никакого следа. Еще 9 процентов немножко задумаются, но завтра забудут. Но, как показывает мой опыт, на каждой школе молодых ученых находится один, иногда ни одного из тех, кто слушает мои сообщения, кто ищет другой вариант жизнедеятельности, ищет возможности заняться наукой. В результате формируются интересные, талантливые молодые ученые. У нас есть школа, постсоветская школа критического марксизма, благодаря вот этим инициативам, вот этой единичной работе с наиболее талантливыми, прогрессивными людьми. Именно так. Наиболее талантливые, прогрессивные, самостоятельные люди, способные идти по пути, не подчиняя, самостоятельному пути, не подчиняя себя рыночному фетишизму, симулякам, вот всему тому, что вокруг вас и что вас подчиняет. Формировался журнал «Вопросы политической экономии» сейчас уже очень престижный. Существует Международная ассоциация постсоветского пространства, Всемирная политэкономическая ассоциация, кстати, где вице-президент, там ценят российских ученых. Международная инициатива по продвижению политической экономии – это тысячи ученых со всего мира, и это и Китай, и Латинская Америка, и многое другое. Если вам интересно попробовать себя в этом необычном направлении жизни, давайте работать вместе. У меня очень простая почта. Бузгалин, собачка.мейл.ру. Единственное условие, прежде чем написать на почту какой-нибудь вопрос, прочитайте любую из последних статей Бузгалина в вопросах политической экономии, в вопросах экономики, в журнале «Социологические исследования», «Социус». Ну или загляните хотя бы на YouTube-канал «Альтернативы», там серия лекций, которые читаю студентам Московского государственного университета, зарубежным коллегам. Посмотрите что-нибудь, выскажите свои соображения, после этого я обязательно с вами буду в контакте. Если вы поленитесь сделать первый шаг, то большой вероятностью я вам и письмо не отвечу. Вот и все. Успехов вам. Надеюсь, что это было интересно. До свидания.